Хорошо, давайте начнем. Смотрите, сегодня мы с вами поговорим про такое понятие, как энтрофия случайной величины, ну и, собственно, ее первые применения. Значит, что мы будем рассматривать? Мы будем рассматривать следующую вещь. Пусть у нас есть некоторая дискретная случайная величина Акси, и в реальности нас будет интересовать не ее значение, не то, куда она отражается, а на самом деле ее распределение вероятностей. Случайная величина с определением вероятности В1, далее В1. Это дискретная случайная величина, у нее n исходов, 1, 2 и так далее, n, и у этих исходов вероятности В1, В2 и так далее, Пнт. Ну, понятное дело, сумма Битых равна 1, 2 и 1, 2 и так далее. Вот, мы в основном будем работать с такими случайными величинами, в целом у нас могут возникать случайные величины со счетным числом значений, в непрерывный случай более сложный, и мы его рассматривать скорее не будем. Так вот, сейчас мы введем другое определение. Вот, энтропия исключайной величины Кси, или что то же самое, энтропия дискретного распределения, мы будем писать таким образом, В2, П1, П2 и так далее, Пн, будет называться следующая вещь. Это будет такая сумма. Возьмем П1, возьмем логарифм 1, П1, Далее, плюс ПН для логарифм 1, поделить на ПР. Вот, собственно, вот эта вещь называется энтропия шинона. Энтропия шинона. Случайной величины Кси. Ну, тут сразу возникает вопрос, а что если какой-нибудь ПИТ и равен нулю, например? Там явно какое-то деление на ноль получается. Ну, у нас договоренно следующее, что ноль умножить на логарифм 1 поделить на ноль равен нулю. Ну, договоренность не из ниоткуда берется, на самом деле, если вы посчитаете предел просто при кстрюльце к нулю такой величины, то это будет в предел равной нулю. Ну, потому что по факту у вас там есть величина x, которая с точки зрения стремления к нулю гораздо быстрее стремится к нулю, чем логарифм нуля стремится к бесконечности. Может быть, это проще рассуждать, если там сделать замену обратную и устремить это все к бесконечности. То есть x на 1 на x поменять, например. Это будет стремление к бесконечности, и там экспонент, какая-то линейная функция, делящаяся на экспоненты, экспонент, поэтому это не убеждает. Вот. Для удобства мы часто будем писать немножко в другой форме. Будем писать таким образом. Это будет сумма пои с минусом пои на логариф пои. Что эта величина означает? Что означает эта энтропия? Ну, в некотором смысле она означает разнообразие, неопределенность нашей случайной величины. Чтобы это понять, давайте вот пару таких крайних примеров посмотрим. Первый пример будет такой. Пусть у нас по первое равно по второе, равно и так далее, равно по nt, равно 1d. Ну, тогда равна энтропия такого распределения. Логарифм n? Да, она равна в точности логарифма. Минус логарифма. Не минус, плюс. Ну, смотрите, вот проще всего сейчас вверх подставлять. Мы сюда подставляем 1 на n, и в логарифме становится логарифмом n. И перед ними стоят бэшки, которые в сумме суммируются объединяются. Когда бы логарифм за сколько выносим. Вот. Второй крайний случай, ну пусть будет такой. Пусть по первой равно 1, а все оставшиеся равно 1. Ну, тогда у вас все слагаемые, кроме первого у коя, это первое слагаемое будет равно 1 умножку логарифмом 1, то есть 0, h такой величины равно 0. Ну и это отвечает на самом деле той вот некоторой интуитивному определению, которое я дал, это степень неопределенности случайной величины. Случайная величина, которая в одной точке принимает значение с вероятностью 1, и во всех остальных вообще не принимает значение ни с какой вероятностью. Понятно, что никакой неопределенности в этой случайной величине нет, и вот ее энтропия равно 0. и напротив, если случайная величина она такая абсолютно равномерная то ее энтропия это логарифм и это на самом деле в таком случае аналог с информацией по Hartley, с неопределенностью по Hartley которую мы рассматривали в прошлый раз когда у вас есть n величин, вы не знаете какой у вас исход и сколько вопросов сколько бит информации вам нужно чтобы исход в этом множестве определить вот у нас там в точности был логарифм окей, давайте не знаю, в виде леммы сформулируем разные свойства энтропии и докажем их ну во-первых, энтропия она всегда больше либо равна нуля всегда не превосходит логарифм двоичный n во-вторых, я утверждаю, что логарифм двоичный n достигается да, еще наблюдение, я здесь нигде двоичный не пишу, я обычно не буду его писать давайте это сотру мы будем подразумевать, что когда я пишу логарифм это логарифм по основанию 2 кажется, у нас других почти никогда возникать не будет но когда будет как-нибудь натуральным, мы будем просто логарифм писать так вот, второй факт заключается в том, что вот энтропия равна логарифме в том и только в том случае который вот описан в этом примере ну, это не сложное упражнение я не знаю, помотану по теории вероятности давайте его проделаем в частности, мы спорулируем на самом деле некоторую лему, которой мы будем еще не раз, наверное, и не два пользоваться так, как-то мы сотрем да, давайте я, наверное, определение оставлю в уголку чтобы было куда смотреть ну, смотрите, то, что она больше либо равно нуля кажется, сомнений не вызывает у нас сумма в сумме поитое мы умножаем на логарифм некоторой величины, которая всегда больше либо равна одного ну, потому что у вас вероятность меньше либо равна одного поэтому это просто сумма неотрицательных слагаемых поэтому она неотрицательна доказывать здесь, кажется, не о чем то есть вся основная вещь кроется вот в этом неравенстве и в том, почему равенство достигается только при таких значениях вот чтобы это доказать мы сейчас сформулируем некоторую лему будет называться неравенством гипса лему звучит так пусть у вас уже есть такие вероятности P1, P2 и так далее Pn зафиксированы давайте рассмотрим давайте я их запишу давайте рассмотрим некоторые другие Q1, Q2 и так далее Qn мы сейчас для простоты будем считать, что все Q2, P2 и больше нуля вот, сумма Q2 ну, от Q2, понятно, у них сумма равна одному в точности от Q2 мы будем требовать только то, чтобы сумма не превосходила одного а теперь я предлагаю вам сравнить две такие величины одна причины одна величина какая-то сумма P2, P2 и логарифм 1 на P2 а вторая величина сумма P2, P2 и логарифм 1 на P2 А вот как вы думаете, как эти величины соотносятся? Ну, наверное, раз в леме сфорумбулировано неравенство, значит, здесь должно стоять какое-то неравенство. Наверное, вопрос в том, в какую сторону неравенство. А на то, что вы зафиксировали коэффициент и варьируете ваши иксы, которые вы в логарифмах представляете, как оно себя ведет? В частный случай рассмотреть и понять, какое неравенство. В частный случай рассмотреть и понять. Ну, это верный подход, да. Ну, ладно, давайте расскажу ответ. Ответ такой, что на самом деле вот эти вот иксы, которые равны 1 на пи, это ровно та точка, в которой достигается минимум такой функции при фиксированных коэффициентах. Ну, почему так? Давайте вы, может быть, даже скажете, как обычно подобного рода неравенства доказывается. Реферрицировать? Да, это один подход, наверное, в смысле использовать метод, как это называлось. Я забыл, как его было название. Окей. На самом деле, мне ближе доказательство этого факта с помощью неравенства Генцова. А, тоже подойдет, да. Давайте я напомню, что такое неравенство Генцова. На самом деле, это очень простое, с одной стороны, с другой стороны неравенство, имеющее массу последствий. Значит, неравенство звучит так, на самом деле. Ну, вот, интуиция его простая. То есть, у вас есть некоторая функция выпуклая. Ну, либо выпуклая вверх, либо выпуклая вниз. Для разного рода выпуклости оно в разную сторону будет. Ну, и дальше, более-менее, вот, для двух точек интуиция такая. У вас есть две точки какие-то. Х1 и Х2. И вы хотите как-то взвесить эти точки. Взять какое-то значение между ними. Вот, ну, взвешивание обычно происходит как P1 и Х1 плюс P2 и Х2. Где P1 плюс P2 равно в точность 1. Ну, тогда вы говорите, окей. Значит, если мы взвешиваем значение этой функции, то есть берем F, вот, P1 и Х1 плюс P2 и Х2, то оно не превосходит, наоборот, больше либо равно F от этой точки, это, на самом деле, вот это значение. Это наша функция. Так вот, оно больше либо равно, чем если бы вы взвешивали значение в крайних точках. То есть оно больше равно, чем P1 на F1 плюс P2 на F1. Это значение в точность вот здесь. Ну, из картинки это видно. Вот, ну, в общем случае, надо, можно взять любой набор точек Х1 и так далее, Х1, любой набор коэффициентов P1 и так далее, ПНТ, так, чтобы сумма этих коэффициентов была равна одному, и применить к ним неравенство неравенства. Ну, и если у вас функция там выпуклая в нужную сторону, у вас будет в нужную сторону неравенство. Сейчас мы это проделаем вот для нашего случая. Что? Это проделать я предлагаю правую часть перенести влево, и кушку внести под логарифм. То есть на самом деле, вот это неравенство эквивалентно такому неравенству. Сумма поитая, поит, поитая, логарифм. Я когда перенесу, у меня здесь будет логарифм 1 на поит минус логарифм 1 на поит, я могу это сразу в логарифм внести, и поитая поитая в числителе. Куитая поделить на поитая, меньше ли в равно 0. Мне надо доказать вот такое неравенство. Но я утверждаю, что вот это, это уже в точности неравенство Янсена. Давайте это удостоверимся. Ну, значит, какая у нас функция? У нас функция логарифм. Это наш логарифм вечно. А пешки как раз наши коэффициенты. Ну и про пешки нам везет, мы знаем, что их сумма как раз точности равна 1. Поэтому, да, функция выпукла вверх, и это здесь записано. Здесь на самом деле записано, что у нас? Записана вот правая часть. Это сумма значений. Поэтому вся вот эта величина меньше либо равна, чем логарифм от среднего значения. То есть сумма поитая поитая, логарифм уитая поделить на поитая, меньше либо равно, по неравенству Янсена, чем логарифм. И теперь я просто все эти поитые вношу. Да, вот это вот у меня, это мои иксисты на самом деле. Вот я поитые вношу к этим иксисты. Здесь будет написано просто сумма поитая, куитая поделить на поитая. Ну, вуаля, вот я грань, я сотрю, он мешается. Это равно логарифм от суммы куитых. Ну, а сумма куитых, мы договаривались, что она не превосходит одного. Поэтому это все меньше либо работали. Ну, на этом доказательство Леммы и равенство Янсена заканчивается. Как теперь показать вот это неравенство, исходя из неравенства Гипска? Что надо сделать? Там, видимо, максимальный набор, а там минимальный набор или первого неравенства? Вот это мы хотим доказывать. Ну, мы на самом деле знаем, что вот в энтропии у нас стоит, с точки зрения иксисты, стоит здесь минимальный набор. Хотим просто ограничить его сверху, не в другом вопросе. То есть, наверное, мы хотим какие-то куитые взять, так, чтобы справа получился логарифм. Мы знаем, что там одна нтая надо подставлять. Все так, да. Надо взять в точности одну нтую. Надо сказать, что, окей, пусть у нас куитая равно одна нтая, тогда сумма паи паитая логарифм 1 на паитая не превосходит суммы паи паитого. Ну и вот я сюда вместо 1 на пуитая подставляю. То есть, на самом деле, логарифм 1 на н. Ну, а это в точности логарифм. Ну, логарифм 1 выносится, сумма паитых равна 1. Вуаля, это мы доказали. Как доказать вторую часть? Ну, смотрите, чтобы доказать вторую часть, надо, конечно, немножко усилить и разобраться в том, как это неравенство гипса работает. А именно, хочется выяснить, а когда вот в этом месте достигается равенство, при каких условиях? На самом деле, достигается равенство здесь при следующих условиях. При условии, что все наши точки, x и ты, совпадают. Ну, потому что если у вас функция строго выпукла в какую-то сторону, то как только у вас есть две хотя бы различные точки, вы идете там в какую-то точку между ними, приходите, и значения вашей функции становятся строго больше. Поэтому вот здесь вот на самом деле равенство тогда и только тогда, когда... Равенство тогда и только тогда, когда... Вы и на поэции одинаковые. Какой и как я хочу сделать из этого вывод? Ну, я хочу сделать из этого вывод такой. Смотрите, вот мы написали неравенство меньше либо равно логарифмен. Я хочу теперь понять, при каких условиях я бы здесь мог написать равенство. Я бы здесь смог написать равенство тогда и только тогда, когда у меня все вот эти величины, пригует их равные одной н, совпадали бы. Но чтобы они все совпадали, я хочу, чтобы все поэты были одинаковые. Потому что если поэты не одинаковые, то величины куиты были одинаковые. Вот. То есть вот здесь вот равенство достигается тогда и только тогда, когда все поэты... Все куиты поделить на поэты одинаковые, но по поэты у нас равно одной н. Их так выбираем. Поэтому на самом деле это будет означать, что все поэты одинаковые, и все поэты равны одной н. То есть все поэты равны одной н. Вуаля. Ну, это доказывает второй культ. Окей. Ну, вот мы ввели определение, в целом изучили какие-то его свойства, не очень сложные. Сейчас мы поймем, где это определение появляется, где энтропия используется. Ну и вообще, на самом деле, в течение нашего курса мы еще там не раз и не два с энтропией столкнемся в разных приятных местах. Собственно, вот первое применение, которое мы сегодня рассмотрим, тем, кто это сотру. Давайте я неравенство гипса затягиваю сюда как инструмент, который мне еще понадобится, чтобы не было вспоминать его. первая задача, которую мы рассмотрим, это будет задача о сжатии текстов. Смотрите, что мы будем делать. У нас будет некоторый т, это будет текст. Что такое текст? На самом деле, это некоторая конечная строка из символов некоторого алфавита. Сигма это алфавит. Конечный, с модуль сигма, меньше бесконечности. Чего мы будем хотеть делать? Мы будем хотеть этот текст перевести в некоторую вбитовую строку из нуля и единицы. То есть мы будем построить некоторое отображение С из сигмы со звездочкой в 0,1 со звездочкой. Это вот будет называться функцией годирования или сжатия. Более того, прямо сейчас мы ограничимся некоторым классом таких функций кодирования, гораздо более узким, чем произвольная функция такого вида. А именно мы будем рассматривать побуквенные кодирования. То есть что мы хотим сказать? Мы хотим сказать следующее, что вот, ну пусть, не знаю, пусть наш текст Т равен какой-то строке там А1, А2 и так далее, а МТ, тогда мы будем рассматривать только такие С, что применение этого кодирования к тексту Т, это на самом деле применение кодирования к букве А1, конкатенация применения кодирования к букве А2, конкатенация и так далее, конкатенация применения кодирования к букве АР. Это вот побуквенное кодирование. Да, посмотрите, чтобы эта функция была кодированием, вообще говоря, мне, наверное, надо что-то потребовать. Не то, что это может произвольную функцию такую взять. Нельзя, не знаю, все строки отображать там в строку 0,1, не знаю. Ну, как-то не похоже на кодирование, потому что, наверное, кодирование предполагает декодирование еще. Вот, что нам надо потребовать, чтобы было декодирование? Ну, давайте определением. Скажем, что С – это корректное кодирование. Если, вот и что нам тут надо потребовать? Корректное еще называют однозначное. Ну, смотрите, надо потребовать просто, чтобы для всех слов нашего исходного алфавита мы переходили в разные строки из нуля и единиц. Ну, потому что если у нас есть два слова, и мы их кодируем одинаково, наверное, это проблема. Если мы их кодируем по-разному, то, по всей видимости, мы сможем декодировать. Не видно причин. Ну, в смысле, можно было бы какой-то бесконечный полный словарь иметь, который рассказывает, как декодировать строки из нуля и единиц в исходное слово. Ну, давайте это как-то запишем, если для любых, не знаю, там, С не равно Т из зимы со звездочкой. Кодирование строки С не равно код строки С не равно код строки С не равно код строки Т. Окей, ну, это все пока какие-то банальные определения. Неясно пока, что мы оптимизируем, какие коды мы хотим. Смотрите, будем оптимизировать мы следующее. Вот мы, давайте скажем, что наш алфавит состоит из капу. Пусть модуль сигма вообще равен к. И давайте предположим, что мы кодируем тексты, в которых фиксированы частоты наших букв. То есть, вот пусть есть некоторые еще числа P1, P2 и так далее, ПКТ. Это частоты букв в алфавите. Ну, или в тексте. Частоты букв алфавита в тексте. Так вот, если у нас есть частоты таких, такие частоты букв, то естественным способом мы хотим минимизировать длину кода. Вот минимизацию длины кода в таком случае можно написать на самом деле следующим простым способом, чтобы не думать о длине текста, и она не присутствовала. Можно рассмотреть то, что называется средняя длина кода. Средняя длина кода. Это по определению будет такая вещь. Это будет сумма P2 на модуль C от. Для краткости обозначений, давайте скажем, что вот эта величина, будем обозначать ее просто как C и T. И по большому счету мы наш код C будем обозначать просто как набор пинарных строк, кодирующих буквы алфавита этого кода в алфавите. То есть где находится C1, C2 и так далее, Cк. Ну это то же самое, что вот я задам вот это отображение C для букв моего алфавита. Вот, мы будем стремиться на самом деле минимизировать среднюю длину кода, ну и вообще какие-то факты про нее установить, разобраться как она устроена. Ну прежде чем это делать, давайте какие-то примеры посмотрим. Не знаю, например, пусть у меня будет код такой. Можете что-нибудь сказать про этот код? Мы однозначно не сможем чек в установке. Да, это вообще говоря не гаретный код, неоднозначный код. Беда. Давайте какой-нибудь другой код рассмотрим. Хорош ли уже этот код? Как вы это поняли? Ну там вообще правило про префикс? О, да, вот этот код на самом деле является то, что называется префиксным. Корректнее говорить, что это скорее без префиксов. Да. Что это означает? Ну я не буду формально записывать, скажу в словах. Это означает, что для любых двух кодовых слов неверно, что одно является началом другого. Дальше верно простое утверждение, что без префиксный код, то есть тот, для которого выполнено такое утверждение, допускает однозначное декодирование. Ну почему так? Ну потому что у вас есть алгоритм, который будет однозначно декодировать. Алгоритм берет и ваш текст закодированный, и единственным способом может определить префикс в этом тексте, который соответствует какой-то букве. Если бы этот способ был не единственный, это бы означало, что у нас есть две буквы, у которых одна, код которой является началом кода другого. Вы точно знаете, что такого нету. Поэтому такое единственное. Поэтому он откусывает первую букву и дальше продолжает поиндувать. Ну раз так, значит любой текст, однозначно способом разбирается, код любого текста, значит способом разбирается. То есть он, значит, декодируется. Смотрите, ну, давайте еще примеры рассмотрим. Смотрим. Сейчас, 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 какой я хотел сделать пример. Ну давайте с тобой будет. Является ли такой код хорошим? Да. Почему? Он же не является без префиксом. Ну там, если есть нолик, то мы понимаем, что это второй символ. Да. Вот можно, да, можно, еще можно декодировать с конца. Вот если начать читать кодовые слова этих символов справа налево, то мы опять же заметим, что они дальше декодируют. Внимание, вопрос. Можно ли придумать код, который не префиксный, не суффиксный, который является однозначным? Хочется сказать, что можно. Ну почему? Давайте с 2, 1, 2, 1. Да, будет очень просто. Хорошо, да. Вот этот трюк с тем, что у вас есть какой-то уникальный символ, в смысле, с нолик и не хален в ходовом слове. Да, вот, ну, бывает вот однозначные коды, которые не являются ни префиксными, ни суффиксными. Да, единичка. Ну, потому что c1 является как началом, так и концом c2. Окей, хорошо. Ну, давайте мы что-нибудь докажем, на самом деле, про средние длины кодов. Для этого мы что-нибудь сотрем. Собственно, ну, вот я напомню, что интересуемся мы вот этой величиной. Интересуемся суммой ПИТ модуль ЦИТ. Мы хотим ее, наверное, поменьше. Средние длины кодов. Ну, какое-то общее замечание. Почему общая задача корректна? Вы же можете сказать, что странные ПИТ у нас коды. Слова-то могут быть любые в исходном алфавите. Почему мы ПИТ-то там вероятности фиксируем, частоты фиксируем? Ну, на самом деле, понятно, потому что на практике это, например, не знаю, у вас есть там текст английского алфавита. Текст английского алфавита вполне себе есть частоты букв, которые неоднозначные. И вы можете придумать для него код, который... Ну, вы можете придумать код, который будет хорошо кодировать тексты, которые похожи на текст английского алфавита. Все остальное он, может быть, будет кодировать неэффективно, но зато вашу задачу, где вы не знаете, куда-нибудь передаете текст этого алфавита, он будет решать хорошо. Окей. Лемма. Называется Крафт Макмиллана. Смотрите, лемма будет на самом деле давать некоторые критерии того... Вот представьте, что вам дали набор клин ваших кодовых слов. И вы хотите выяснить, а вы можете вообще как-то вписаться в этот набор клин или нет. А именно, вот пусть у нас есть N1, N2 и так далее, NKT. Это длины кодовых слов. Тогда критерий изучить таким образом. Ну, у нас будет две части у лента. Часть номер один. Пусть существует код с 1 и так далее, CKT с длинами... Ну, давайте я напишу модуль C и T равно N и T. Отсюда следует, на самом деле, что эти длины не могут быть обыкательными. Вот для них будет верно такое ограничение, что сумма 2 в степени минус N и T меньше либо равна 1. То есть нельзя сделать длины слишком короткими, ну, в совокупности. Ну, и второй факт в обратную сторону. Если у вас сумма по E от 1 до K, 2 в степени минус N и T меньше либо равна 1, то существует префиксный код с такими длидами. Ну, такой, что модуль C и T равно N. Давайте левому дхажем. Ну, смотрите, сразу скажу, второй пункт, он чисто конструктивный, несложный. Первый пункт, он такой немножко трифи. Да, тут, смотрите, пусть существует код с такими длинами. Понятное дело, здесь подразумевается, что однозначный код. И этой однозначностью надо как-то воспользоваться. Как мы будем ей пользоваться? Мы будем ей пользоваться следующим образом. Давайте посмотрим на все... Пусть S это строка нашего алфавита. Строка из... ну да, текст нашего алфавита. Давайте фиксируем длину этой строки. Пусть она равна некоторому M. И давайте попробуем перебрать все строки длины M. Пусть S, не знаю, перебирает все строки длины M. Что мы тогда можем сказать про образы при кодировании нашим кодом этих строк? Ну, мы можем сказать, что они все различные, на самом деле. Так, код однозначный. Теперь надо сюда как-то вот привязать вот эти два степени венса длины. Ну и, наверное, надо еще как-то привязать то, что у нас код по-кодам. Собственно, тут и начинается некоторый такой неочевидный шаг на самом деле. А именно, предлагается действовать таким способом. Вот представьте, что вы рассмотрели сумму по всем S, потому что модуль S равно M. S в сигла со звездочкой. Вот сумму чего мы здесь можем рассматривать? Ну, предлагается, наверное, взять какую-то функцию, зависящую от строки. Если мы хотим что-то просуммировать и как-то воспользоваться однозначностью. Какую функцию брать? Вот предлагается брать такую следующую странную немножко функцию. Предлагается функцию взять такую. Поэтому F ее назовем от S. Это будет на самом деле F от S1 умножить на F от S2 умножить и так далее умножить на F Sf2. Но это в некотором смысле сейчас мы пользуемся тем свойством, что плохо буквенный. Мы говорим, что окей, если мы хотим рассматривать какую-то функцию от строки, это должна быть функция, какая-то композиция функции для X-символа. А что мы возьмем в качестве F от S этого? Ну, наверное, эта величина намекает, что сюда можно положить. Давайте возьмем здесь F. F от S1 это буква, да? Да, это уже буква. S у нас равно S1, S2 и так далее. S, M, T. Давайте вот так сверху палку нарисуем. Символ того, что это просто такой инердиакт сплошной. Так вот, F от E, T у нас будет равно просто-напросто 2 в степени минус 1, T. Ну, сумма здесь пока какая-то лишняя написана. Скорее, пока определение этого F. Давайте теперь посчитаем, чему будет равна такая величина. Тим, еще раз посчитать. Сумма по S, модуль S равно M. А N и T это что? N и T это наши длины наших кодовых слов. Ну, мы рассматриваем такую функцию, мы говорим, окей, вот наша функция от буквы будет равна, на самом деле, длине кодового слова этой буквы, ну, 2 в степени минус длина этого кодового слова. Ну, вот у нас N1, N2 и так далее, NK, то это нам предлагали взять такие длины для кодовых слов. Дальше нам говорят, окей, пусть у вас даже уже есть кодирование с такими длинами. Мы говорим, хорошо, пусть есть, давайте посмотрим на такую величину странную. Смотрите, вот эту сумму можно считать двумя способами, на самом деле. Способ номер 1, ну, это посчитать количество образов и посчитать какое-то ограничение сверху на значение этой функции в образе. А способ номер 2, это как-то воспользоваться тем, что это все строки длины L. Давайте я тут даже так пишу, это просто S из сигма в степени M. Вот как я могу, с точки зрения, пользуясь вот этим свойством этой функции, воспользоваться тем, что это все строки длины L. Смотрите, на самом деле, ну вот, давайте вот один шаг с первой буквы проделаем, действительно. На самом деле, это будет такая вещь, что будет F от A1 плюс F от A2 плюс так далее плюс F от Аката умножить на сумму уже по всем строкам длины на 1 меньше. Почему так? Ну, потому что если я зафиксировал какой-то префикс без первой буквы, то дальше первая буква может принимать все значения. У меня сумма, значит, по фиксированной вот этой части, а здесь я могу перебирать любую букву первую. Ну, я беру и выношу ее за стопки просто в рамках. То есть, на самом деле, дальше, если это продолжить по цепочке, по всем буквам, то мы получим просто-напросто F от A1 плюс так далее плюс F от Аката в степени L. Ну, а это вот то, что стоит в основании нашей степенной функции, это на самом деле в точности вот это величие. На самом деле здесь мы получили вот искомую вещь. Сумма 2 в степени минус N и T, и все это еще в степени L. Окей, это способ номер 1. Давайте это посчитаем еще способом номер 2. Ну, вот способ номер 2 – это посмотреть на все образы и посмотреть на значения образов. Смотрите, я утверждаю, что это меньше либо равно, чем такая вещь, чем сумма по всем уже бинарным строкам B из 0,1. И вот этот вопрос, что здесь написать. Ну, на самом деле, я предлагаю здесь написать некоторую максимальную длину таких строк. Вот какой максимальной длины может получиться у нас бинарная строка после кодирования? В точность. Надо взять самый длинный код, который у нас есть, и взять строку из этого самого длинного кода. Собственно, бакс от элитов. А что там будет написано, на самом деле? Когда мы уже сюда подставили и смотрим теперь на длину образа, чему равна функция f? Ну, f, а это в степени струношения? Нет, смотрите, я вот хочу уже смотреть на бинарную строку или на какие-то ее свойства, не хочу смотреть на исходную строку. Вот с точки зрения, вот когда мы применили вот эту штуку. Ну, смотрите, я на самом деле утверждаю, что это в точности 2 в степени минус c от s. Ну, тут, наверное, модульный, например, я постараю написать. Ну, потому что у меня один символ применения f к нему стоило 2 в степени минус длина кода этого символа. Я все сконкатинировал, с точки зрения функции f все перемножил. Ну, у меня, соответственно, 2 в степени минус длина первого кода умножить на 2 в степени минус длина второго кода. Ну, мы их умножаем, получается 2 в степени минус длина первого кода плюс длина второго кода. Ну, когда мы проделываем для всех символов, получается точность вот эта. Значит, тут... А, это модуль, причем? Это модуль, да. Аккуратнее, напишем. Минус. Вот, поэтому тут просто 2 в степени минус модуль b. Осталось оценить вот эту сумму. Аккуратнее, адекватным образом. Мне кажется, ее можно не оценить, ее можно точно посчитать. Вот, всю грубость я уже внес вот в это нерадество, когда сказал, что мои образы, это... Пусть это будут, в худший случай, это все будут бинарные строки длины. m умножить на максимальный т. Но это же равно единица? Нет. Ну. Смотрите, если бы я здесь написал в точности равно m умножить на максимальный т, это было бы равно единице. Ну, потому что я брал бы все строки фиксированной длины, 2 в степени минус длина этой строки. Ну, строк 2 в степени количества... Количество бинарных строк фиксированной длины, это 2 в степени эта длина. Ну, а каждое слагаемое у меня 2 в степени минус эта длина, поэтому я их перемножаю и получаю единицы. Но у меня же не фиксирована здесь длина. Ну, ладно, давайте я распишу тогда подробнее, если так непонятно. Давайте это будет сумма по длине сначала. От 1 до m умножить на максимальный т. Здесь будет сумма уже по всем v из 0,1 в степени l, 2 в степени минус модуль b. И вот эта величина уже равна одному точно. Ну, поэтому все вместе это равно m умножить на max n и 3. Осталось написать левую и правую часть всех этих преобразований против этой центру. Смотрите, значит, вот здесь у нас было равенство равенства сумма 2 в степени минус n и t в степени m. И это меньше либо равно чем m умножить на max n и t. Я утверждаю, что отсюда следует то, что нам нужно. Почему так? Ну, потому что число m на самом деле у меня не фиксировано. Я могу брать любую длину. Это же я сам выбирал. Окей, давайте посмотрим на все слова длины m в исходном алфавите, которые мы будем собирать. Поэтому, если это верно для любого m, то то, что здесь стоит в показателе, должно быть меньше либо равно одного. Ну, потому что иначе у вас здесь степенная функция, экспоненциальная функция, здесь у вас линейная функция, беда. Вот такое доказательство. Это был пункт 1. Есть ли вопросы? В целом, ну, как бы, чтобы его проделать, достаточно запомнить ровно две идеи, что надо посмотреть на все строки длины m, и что надо посмотреть на такую функцию m. Дальше все это достаточно понятное решение. Окей, давайте проделаем второй функцию. Смотрите, я хочу вообще говоря, зная эти длины и зная про них эти свойства, каким-то образом предъявить код. Ну, так вот, сходу даже не ясно, как бы это можно было делать, тем не менее, сейчас мы это проделаем. Чтобы это проделать, я предлагаю упорядочить длины правильным способом, а именно давайте мы их упорядочим по неубыванию. После этого мы будем делать следующее. Давайте посмотрим на наш отрезок. Точнее, как не на наш отрезок, а на отрезок 0.1. И начнем сейчас с ним проделывать, как это называется, не знаю, бинарное разбиение этого отрезка будем строить. Вот смотрите, можно взять и разделить отрезок пополам. Скажем, что пусть у нас наша решинка, некоторая ерекция, то есть тут весь отрезок, поделим его пополам и скажем, что окей, слева у нас получается отрезок от 0 до 1, 2, справа у нас получается отрезок от 1, 2 до 1. У нас одна вторая и туда, и туда входит? Да, ну, это некоторые нюансы для нас не важны, у нас все-таки дискретные. Мы работаем с дискретными величинами, с конечными, поэтому одна точка входит на туда или туда, и для нас не так важно. Дальше, конкретное дело, такое разбиение можно продолжать. На самом деле у нас будет такое разбиение, где на каждом уровне у нас будут отрезки длины 2 в степени минус, плюс номер этого уровня. Ну, некоторое такое бесконечное дерево. Разбиение. Теперь я предлагаю начать делать следующее. Предлагаю взять вот эти наши длины и начать их просто укладывать на наш отрезок. Возьмем отрезок 0,1 снова, положим здесь где-то 2 в степени минус 1, какой-то будет отрезочек. Потом положим, не знаю, 2 в степени минус 2, 2 в степени минус 3 и так далее. Просто как длины будем подряд их укладывать. А мое утверждение стоит в следующем, что вот эти отрезки... Ну, давайте даже не напишем явно, как выглядит очередной отрезок. Я персотру. Не знаю. И первое у меня это отрезок от 0 до 2 в степени минус 1, и второе это у меня отрезок от 2 в степени минус 1, до 2 в степени минус 1, плюс 2 в степени минус 2, и так далее. Будет как бы точно такая же сумма, ну, плюс как бы длина очередного отрезка. Так вот, я утверждаю, что вот эти отрезки, которые я сейчас выкладываю, ну, во-первых, они поместятся, если я не вылезу из отрезок 0, ну, это как раз следует вот этому утверждению, очевидно. Потому что длина каждого отрезка от 2 в степени минус 1, и их сумма вылазит 1. А второе самое важное для меня утверждение, то что все эти отрезки, это будут какие-то вершины вот в этом дереве. И тут мне как раз важно то, что я их упоряю таким образом. Ну, давайте чуть формальнее поймем, почему это будет вершиной в такой дереве. Давайте вообще поймем, каким отрезкам, каких длин, каких координат соответствуют вершине вот этого дерева, вот этого бесконечного двоичного разбиения. Но я утверждаю, что они соответствуют отрезкам такого-то, это от P поделить на 2 в степени, какая-то буква мне нужна еще, не знаю, H, до P плюс 1 поделить на 2 в степени H. Любой отрезок такого вида, ну, при условии, что обе эти величины, они там, ну, отрезки 0,1 лежат, он является бинарным отрезком в этом разбиении. Что здесь важно? Здесь важно то, что я не от P до Q до какого-то иду, не то, что я там какой-то произвольной длины кратной 2 в степени минус сколько это беру отрезок, а то, что это вот именно отрезок от одной точки до следующей же соседней. Ну, мои отрезки все, на самом деле, в точности такого вида. Почему так? Ну, потому что, давайте, не знаю, вот этот житый отрезок, распишем, как он выглядит в точности. Тут, на самом деле, будет написано слева какой-то P поделить на 2 в степени минус NG минус первое, тоже без минуса. А здесь будет написано, ну, тут NG, и оно больше или равно, чем это NG минус первое. На самом деле, я могу сказать, что здесь поделить, умножить на 2 в степени какой-то X, какой-то X плюс. А здесь будет написано тогда P умножить на 2 в степени X плюс 1. Делить уже на 2 в степени NG. Ну, X выбран так, чтобы это была разница между NG и NG минус первое. Я просто привел их к общему знаменателю, свой левый и правый конец. То есть я просто взял эту сумму, привел их к общему знаменателю и еще домножил так, чтобы знаменатель был такой же, как вот 2 в степени NG. Ну и вуаля, это вот в точности отрезок такого типа. Вот более того, я замечу, что так как мои отрезки не пересекаются, то и вершинки в моем дереве, соответствующие этим отрезкам, ни одна из них не будет являться потомком или предком другой. Ну, потому что вот такое бинарное разбиение, оно, понятное дело, соответствует тому, что у вас есть отрезок, его дети — это его подотрезки. Тогда и только тогда. То есть на самом деле, мои вот так вот выложенные отрезки — это просто, ну, какой-то набор узлов в этом дереве. Вот этот узел такой, тут узел, там узел, еще узел, здесь узел. Так что ни один из них является предком углу. Ну, все, как вода, нам остался один шаг. Давайте что-нибудь сотру. Ну, давайте я уже на левую сотру. Так вот, чтобы получить, вот, осталось приписать ребрам этого дерева нули к единичкам на самом деле. Ну, давайте, может, какой-то сейчас конкретный пример получится. Не знаю, может, не очень естественный. Тут какой-то у нас, значит, отрезок 0.1. Вот это у нас была какая-то там одна четверть, и вот он код 0.0. Потом мы брали какую-то там одну восьмую, одну восьмую, еще одну восьмую, еще одну восьмую. И там так, что-то у меня тут не сошлось. Давайте я сдаюсь в крючком. Одна четверть, одна восьмая, одна восьмая, одна восьмая. Так, а что-то как-то... Вторая, одна четвертая. А, все нормально, это будет... Вот у меня сейчас был какой-то странный пример, где у меня вот эти два в степени минус что-то были бы такими величинами, и они набрали весь отрезок. Ну, тогда, соответственно, код у меня будет... c1 будет 0.0, c2 будет 0.1.0, c3 будет 0.1.1, ну, и так далее. Они будут все выписывать. Понятно, что это однозначный префиксный код. Ну, более лема Крафта-Макмиллана доказана. Мы теперь знаем, на самом деле, критерий того, при каких возможных длинных код существует, при каких-то. Замечу, что мы еще никак не работали с вариантов, не работали с частотами. Сейчас мы просто выясняли, какие наборы длин допустимы для кода, а какие недопустимы. Теперь же вернемся к нашей задаче. Наша задача... А, ну, как она даже записана, мы хотим минимизировать среднюю длину кода при известных частотах. Собственно, теорема. Теорема тоже будет состоять из двух частей. Часть номер один, вот эта средняя длина кода, сумма ПИТ на модуль ЦИТ, она больше либо равна, чем энтропия моего набора вероятностей. Ну, а пункт номер два будет стоять в том, что при фиксированных вероятностях существует такой набор кодовых слов, Ц1, Ц2, и так далее, ЦКТ. Однозначно, естественно. Такой, что сумма ПИТ на модуль ЦИТ меньше либо равно, чем энтропия, ну, тут той же величины, не буду ее повторять, плюс 1. То есть, на самом деле, средняя длина кода, она вот лежит в таком отрезке от энтропии до энтропии плюс 1. Никогда не может быть меньше энтропии, ну, и всегда существует код, достаточно близкий к энтропии. Такой, что средняя длина стоит не больше, чем энтропии. Ну, давайте докажем. Кажется, оба удвеждения такие совсем одноходовки. Сейчас поймем, как их делать. Смотрите, ну, в первом пункте нам надо как-то воспользоваться тем, что это однозначный код. Как мы можем этим воспользоваться? Написать лему. Да, на самом деле мы знаем, что у нас сумма 2 в степени минус может ЦИТ меньше либо равно 1. Пользуясь этим, хотим как-то оценить вот эту величину. Как бы это сделать? Логарифмировать и дописать. А вот гарифмировать. Ну, там еще одно неравенство гипса надо еще раз использовать будет, наверное. Да, ну, смотрите, логарифмировать не надо. Я предлагаю вот эту вещь привести к виду энтропии. Ага, ну, можно и так. Давайте вот мы модуль ЦИТ превратим в логарифм чего-то там. Да. Ну, можно написать здесь 2 в степени модуль ЦИТ, но у нас здесь 2 в степени минус модуль ЦИТ. Поэтому давайте мы вот так напишем, минус модуль ЦИТ. Должно что-то напоминать. Что же это напоминает, да? Смотрите, это в точности вот эти 2 в степени минус модуль ЦИТа можно обозначить за гумитые. Это в точности величины для неравенства гипса. Их сумма не превосходит одного, а это то, что нам надо. Вот. Вот это неравенство. И мы знаем, что минимум, если мы варьируем вот то, что стоит под логарифм, достигается ровно на поитах. Поэтому по неравенству гипса эта штука больше либо равна, чем сумма поитых логарифмами не поитых. Это энтропия. Что является в точности энтропией по определению. Вуаля. Пункт номер 2. Если нужно время осознать, я могу вам дать еще 15 секунд. Так. Итак. Интуитивно пункт 1 доказывается таким способом. Вы смотрите на левую часть, смотрите на правую часть, пытается привести их к одному виду. Когда вы их привели к одному виду, дальше срабатывают уже известные нам утверждения. Пункт номер 2. Вы смотрите, в пункте номер 2 нам надо предъявить код какой-то. Нам надо как-то из имеющихся у нас величин вероятности такой код придумать. Ну, вообще говоря, не то, чтобы это прям совсем очевидно, но мы сейчас воспользуемся вот этой плюс-единичкой. Смотрите, ответ здесь будет такой. Ну, у нас есть поитые, мы хотим как-то из них достать длины. Мы достанем, предлагается достать длины следующим способом. Предлагается взять логарифм 1 поделить на поитые и округлить кверху. Вот будет у нас поитые. Я утверждаю, что такие иныты подходят под левом крафта Макмиллана с одной стороны, а с другой стороны они нам гарантируют сейчас вот это неравенство. Ну, давайте проверим. В чем к ним проверить? К ним проверить, что 2 в степени минус иныта меньше либо равно, чем то, что нам надо. Давайте посмотрим меньше либо равно, чем что оно сейчас. Пока что это равно. Ну, тут теперь просто надо написать неравенство в правильную сторону. Вот я утверждаю, что в правильную сторону сработает неравенство, которое просто выкидывает это округление кверху. Почему так? Ну, потому что, когда мы округляли кверху, мы получали чиселка побольше, поэтому 2 в степени минус становилось поменьше. Теперь, когда мы действуем обратно, мы на самом деле увеличиваем там, уменьшаем то, что стоит под минусом, и тем самым увеличиваем само значение 2 в степени минус что-то. Ну, а 2 в степени минус логарифм 1 на поитые, это на самом деле в точности поитые. Ну, а и это, понятное дело, просто меньше либо равно. Ну, теперь осталось окоценить среднюю длину. А там разве неравенство? Ой, ну, то есть... Тут уже раненство, да. Это неравенство, это, конечно, сильно сказано. Тут раненство. Сумба поитая модуль циита. Ну, модуль циит, наверное, на самом деле, наше аныто, и мы знаем, что раз вот это верно, вот такой существует, это сумма, поитая, округлить кверху логарифм 1 на поитых. Ну, я даже не знаю, если что-то дальше писать, но надо просто округление кверху оценить как величина плюс 1. Все, единички выносим, это получается вот эта единичка, а то, что там осталось, это в точности. Ну, я считаю, мы уже много сделали про задачу кодирования. Мы в целом выяснили, а как же наше распределение вероятности, там, или частот, уф, соответствует тому, о чем мы можем достичь в таком форме кодирования. Предлагается сейчас добить эту задачу и найти ее оптимум, на самом деле. А кто-нибудь слышал про такую вещь, которая называется код Хафмана? Что-то слышали. Поднимите руки, кто знает, что такое код Хафмана. Надо вспомнить, да. Ну, сейчас мы очень естественным способом его получим. Смотрите, код Хафмана – это на самом деле оптимальный код нашей задачи. А именно, что значит, что мы хотим найти оптимум? Это на самом деле означает следующее. Мы хотим решить такую задачу. Значит, что мы оптимизируем? Оптимизируем мы вот эту штуку. Я предлагаю писать здесь не модуль ци, а писать здесь н и т. Какие у нас условия в нашей задаче? Ну, мы знаем Лему Крафта Макмилана, поэтому наше условие на самом деле – это сумма 2 в степени минус н и т меньше либо равно 1. Это наша задача. Смотрите, н и т – это наши переменные. Опыты – это то, что нам дано, это коэффициент. Мы хотим выяснить, какой же набор нитых такой, чтобы средняя длина кода была самой маленькой. Мы сейчас просто в точности решим эту задачу. А, ну, смотрите. Давайте я еще для некоторой определенности упорядочить пешки. Понятное дело, что их порядка ничего не зависит. Задача синитрична в своей постановке. Поэтому давайте считать, что у нас верно такое утверждение. Ну, для начала я утверждаю, что для длин будет верно все в обратном порядке. Скажу честно, не хочу даже это проверять, потому что, если это неверно, вы просто берете, переставляете здесь коды для двух ваших слов местами и получаете значение меньше. Кажется, никакой бумаги нет. Утверждение номер два, тоже очень простое, но по факту ключевое для решения задачи, стоит в том, что nk-1 равно nk, если решение оптимальное. Почему так? Ну, можно доказывать от противного. Пусть nk-1 оказалось не меньше, чем nk. Ну, больше она быть не может, потому что у нас есть первое утверждение. Пусть здесь оказалось строго меньше. Я утверждаю, что мы, значит, нашли не оптимальный код. Почему так? Ну, хорошо, вот это очень сложно. Давайте теперь посмотрим на первое неравенство. Первое неравенство выглядит так. Это 1 поделить на 2 в степени n1 плюс 1 поделить на 2 в степени n2 плюс так далее плюс 1 поделить на 2 в степени nk-1 плюс 1 поделить на 2 в степени nk-1 меньше либо равно 1. Смотрите, ну, отсюда я знаю, что точно вот эта величина строго меньше 1. Раз вот эта величина меньше либо равно 1. Строго меньше либо равно 1. С одной стороны. А с другой стороны, чему оно равно? В самом деле это величина, ну как мы уже до этого делали там, в предъявлении конструктивного доказательства Лемя Крафта Макбилла. Она равна какой-то величине p поделить на максимальный знаменатель, который здесь есть, то есть на n, k-1. А ежели оно равно такое, оно строго меньше одного, то очевидно, что здесь есть зазор порядка 1 поделить на 2 в степени n, k-1. Давайте теперь так скажем, что 1 минус вот эта сумма, она больше либо равна, чем 1 поделить на 2 в степени n, k-1. Ну и спрашивается, а что же мы тогда n, k-1 взяли таким большим? Мы можем взять n, k-1, равный n, k-1, и все еще будет выполнено неравенство. Все еще будет выполнено неравенство, все еще будет существовать такой код. Ну и, значит, мы найдем здесь значение поменьше. Да, тут еще важная вещь, я на самом деле подразумеваю, конечно, что вот эти величины больше нуля. Все нулевые вероятности надо заранее выкинуть, чтобы они нам не мешались. Все, а это контакт застанк второго пункта заканчивается. В оптимальном коде длины двух самых редких букв должны совпадать. Все, осталось теперь этим утверждением воспользоваться и свести задачу меньше. А именно, давайте вот запишем нашу задачу чуть более подробно, расписав в ней вот эти последние два сладания. Значит, два в степени минуса первое, плюс два в степени минуса второе, плюс так далее, плюс два в степени минус... Ну, давайте я здесь сразу напишу. n, k-1 Ну, у меня последние два слагаемых были одинаковые, я их сложил, получил на самом деле минус n, k-1, плюс один, ну, потому что я их сложил, это я умножил на трое. Ну, и эту минус, эту плюс единичку занес под скобку. Тут, соответственно, будут p1, n1, p2, n2, плюс так далее, плюс pk-1, nk-1, плюс pk-1, nk-1, плюс pk-1, nk-1. Предлагаю перейти к новой задаче с одним параметром меньше. А именно, ну, вот видно вот по этой записи здесь, что по факту я теперь могу рассматривать там не две отдельных переменных, по которым я оптимизирую nk-1, nk-1, Давайте вот эту штуку обозначим как n'k-1. Что будет вот здесь вот тогда в терминах этого n'k-1? На самом деле здесь будет следующая речь написана. n'k-1, я замечу, что pk-1, да, ok, n'k-1, в скобочках будет pk-1 плюс pk-1, а вот эти длинные, они равны вот это плюс 1. То есть на самом деле я сейчас ее выделил, вынес за скобку, остались у меня еще плюс единички на самом деле. То есть тут на самом деле написано n'k-1 плюс 1, тут написано тоже n'k-1 плюс 1. То есть на самом деле pk-1 и pk-1 я тут потерял, надо их еще отдельно записать. Но смотрите, у меня задача минимизации, и от того, что у меня в функционале стоит какая-то константа, а пэшки наши, это константы, решение задачи не меняется. Но вообще к функционалу, который вы оптимизируете, вы можете любую константу прибавлять, отнимать. От этого суть задачи не изменится. Что я хочу сказать? Я хочу сказать следующее, что моя задача эквивалентна следующей задаче. Давайте я уже напишу ее в новой форме. Эту величину предлагается обратно. обозначить как p'k-1. Все это дело стремится к нему. Но это точно такая же задача, как вот эта. Тут, конечно, сейчас у нас там упорядочивание поменялось, поломалось, надо его переделать, ну потому что вот эта новая вероятность сильно выросла, но это ровно такая же задача. То есть к ней можно принять ровно те же рассуждения и свести основа к задаче меньшей, и так далее. Повторить до тех пор, пока мы не придем к задаче размера 1. Но в задаче размера 1, я думаю, вы помните, он очевиден. В задаче размера 1 вообще ничего кодировать не надо. Подходит пустая строка. Но в задаче размера 2, на самом деле, у вас будет кодирование. Нолик видничка. Как это теперь превращается в алгоритм? В алгоритм это, на самом деле, естественным образом превращается так. Вы будете строить дерево кодирования в ходе решения задачи. А именно, у вас есть какие-то вершинки, назовем их листья, им переписаны вероятности. Первая, вторая, и далее. Где-то здесь вот есть pk-1, pk. Дальше выглядит следующее. Окей, давайте возьмем две самые маленькие вершинки с точки зрения вероятности и склеим их в одну. Ну и наличим здесь код какой-то 0.1. Получится новая вершинка, у которой теперь вероятность pk-1. То есть пока-то. Ну и эта вершинка, на самом деле, когда вы будете строить новое упорядочивание, но она куда-то там и путешествует. Сюда попадет с точки зрения величины своей вероятности. После этого вы снова возьмете следующие две вершинки. Снова повторим такое же склеивание. Снова получите какую-то величину. Снова куда-то это дело отправите в вашем дереве. Чуть точнее алгоритмически. Как это можно написать? Ну, вы берете, по всей видимости, кучу. В кучу кладете пары вида вероятность вершины вашего дерева, где вероятность у вас выступает вашим приоритетом в куче. Делаете два экстракт-мина, склеиваете, получаете новый элемент, делаете insert в кучу и так повторяете, пока все не сведется. Ну, когда вы вытащили два маленьких элемента, вы еще достраиваете новый узел дерева. В конце вы получаете финальный узел, корень вашего дерева, который вам, собственно, обеспечивает какой-то кодирование. То есть дальше здесь там что-то будет происходить как-то. Я не знаю, сейчас очень условно все это нарисую. У вас вот в ходе вашего алгоритма может получиться что-то такое. Здесь где-то... Собственно, этот алгоритм называется алгоритм Хаффмана. Он дает оптимальный по своей длине код. Ну и мы это доказали. Собственно, мы, на самом деле, из доказательства и построили алгоритм Хаффмана. Что мы знаем? Мы знаем, что его средняя длина больше или больше, чем Этропия. Точно меньше, чем Этропия плюс один. Не знаю, что еще мы знаем. Наверное, прямо сейчас ничего не знаем, но на семинаре, я думаю, вам еще какие-то факты расскажут. Можно еще говорить про всякие вещи, типа сбалансированность кода. Еще разные свойства есть. Думаю, что мы проходы с вами на этом прямо сейчас закончим. Хотя мы время от времени будем к ним возвращаться, пользоваться ими. Вещь, кажется, несложная и понятная. Есть ли вопросы? Окей, если вопросов нет, у меня осталось еще 15 минут. Давайте я начну дальше разговаривать про Этропию. Мы с ее помощью еще много разных задач, с вами посмотрим и порешаем. И это мы тоже сотрем. Что мы на данный момент сделали? На данный момент мы посмотрели на дискретную случайную величину, вели определение энтропии, какие-то простейшие скользкие ее выяснили. Но, как обычно, с случайными величинами часто хочется смотреть не на одну случайную величину, а на две случайные величины, какие-то зависимые случайные величины. В общем, теория вероятности любит в этом направлении развиваться. И возникает естественная вещь. Давайте будем смотреть на энтропию пары случайных величин. Я вот считаю, что даже никаких новых определений давать не надо. В целом, что такая энтропия пары случайных величин уже должна быть понятной. Ну, если у вас есть пара случайных величин, у них есть совместное распределение некоторое исходов этих случайных величин. У этого распределения есть вероятность, а наша энтропия, она же никак от значений не зависит. Она зависит только от распределения. Поэтому это просто некоторая величина на этом распределении. Ну, как можно смотреть на распределение? Вот на распределение предлагается следующим способом у вас есть некоторые исходы си первое си второе и так далее кси нт и тут есть какие-то это первое это второе и так далее это и у вас на самом деле написано здесь матрица из вероятности совместных распределений совместных исходов ну и соответственно интерпиа это просто такая сумма во всем бежит внимание вопрос сразу на понимание а если у вас случайные величины независимые это что означает это вероятности совместных исходов ну давайте напишем формально поитая житое вероятность такого события что кси равно кси нт это равно это житое независимо то это то чипы и ты житое произведение вероятности потому что да в точности на самом деле это означает что случае независимости если мы сейчас введем некоторые тут напишем здесь некоторые величины соответствующие строкам столбцам давайте знаете ну давайте даже сразу введем пусть они у нас будут тут будет написано p1 звездочка p2 звездочка это просто сумма всех элементов в строке ну и аналогично будет по столбцам то есть будет p звездочка первая p звездочка вторая ну и тогда вот эта величина это будет в точности просто p и t звездочка умножить на p звездочка ну а если у вас случайные величины не независимые то ну как-то по-другому это устроено ну да я заметил что вот это все честное распределение то есть сумма вообще во первых сумма всех этих пешек она равна одному сумма соответственно по столбцам по строкам тоже равна одному все по честному да это будет сумма ну давайте это запишу формально аналогично p звездочка житая сумма по и по и д житая а лемма энтропия совместного распределения ксиета не будет превосходить энтропии суммы энтропии этих случайных величин ну давайте ее докажем надо просто расписать это хороший вопрос просто или не просто сейчас секунду я думаю немножко смотрите предлагается действовать следующим способом давайте напишем неравистка гинуса для этой штуки кажется можно как-то более естественно изложить но я сейчас вспомнил только такой способ записали кажется легче не стало чтобы стало легче надо q и 3 житые выбрать удобный для нас вот давайте q и 3 житые q и 3 житые выберем из распределения независимых случайных величин то есть скажем на самом деле что q и 3 житая равно q и 3 звездочка умножить на q звездочка житая где ну вот это это какие-то распределения любые вообще говоря все что мы говорим мы говорим только то что q и 3 звездочка сумма по и равна 1 и сумма по жи q звездочка житая равно 1 вот такой подход нам сейчас сильно поможет понятное дело а что мы здесь получим? ну получим мы здесь следующую вещь равенство подставляем туда вот эти штуки логарифм раскладывается в сумму логарифма получается сумма витая житая логарифм 1 поделить на витая звездочка витая подарифм 1 поделить на витая звездочка житая окей можно теперь распределить сумму на два слагаемых и лишнее просуммировать а именно ну вот берем первое слагаемое здесь значит под логарифмом только и стоит поэтому по жи можно уже просуммировать сразу поэтому на самом деле это равно просто на просто сумма витая звездочка логарифм 1 на витая звездочка плюс ну точно такая же сумма только пошли сумма сумма пошли а у п звездочка житая логарифм 1 на ку звездочка житая логарифм окей да смотрите вот эта вещь выполнена для любых таких распределений вероятностей и куитое звездочка и куитое звездочка житая какой из этого можно сделать вывод я предлагаю сейчас некоторой конкретной куитое звездочка и куитое звездочка житая взять смотрите давайте тогда еще раз что у нас есть у нас есть мы написали неравистка гипса произвольного совместного распределения двух случайных величин после этого мы сказали окей давайте будем непроизвольное совместное распределения двух Ens pequen средика рассматривать будем рассматривать только совместное распределение порождённый двумя независимыми случайными величинами обозначим куитое звездочка не Gen миксе все еще верну мы как бы только присутствовали для себя его мощь Вот, получили такое неравенство. У нас, значит, есть исходная тропия, она меньше верна, чем вот это неравенство. А я замечу, что неравенство верно для любых куитая звездочка и ку-звездочка-житая. Теперь я хочу там взять величины как можно меньше. Что мне надо для этого сделать? Какие минимальные значения, какие значения куитая звездочка и ку-звездочка-житая мне надо взять, чтобы минимизировать правую часть? Это все еще будет применение неравенства гипса, потому что я еще не выбрал, какие в точности я куитая звездочка и ку-звездочка-житая беру. Они раста гипса верны для любых. Мы выбираем куитая звездочка? Да. Итечка и ноль. У нас у КСИ и АТЕ же распределение есть и независимое. О, хороший вопрос. Какое распределение у КСИ? Какое? А. В наших терминах. На П, ИТ, звездочка? Да. Дискретно это понятно. Да, на самом деле, вот П и Т звездочка, это просто-напросто распределение величины КСИ. Вот же у вас величина КСИ, ее значения, вот вероятность, с которой она эти значения принимает. Аналогично ЭТО. ЭТО 1, 2, 3, 2, 3, вот вероятность, с которой она эти значения принимает. А мы же знаем, что на самом деле энтропия принимает свой... Ну да, если мы подставим карту, получается. П, ИТ, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10. суть доказательства повторю еще раз в следующем мы смотрим на энтропию нашей случайной величины применяем неравенство гипса к независимым случайным величинам к выбору куида и житая так что они порождены независимыми случайными величинами дальше мы минимизируем берем лучшие для нас куида и житые и лучшими для нас оказываются как раз в СЕР ну и соответственно мы получаем что энтропия совместного распределения к СЕР и это не превосходит энтропии одной совершенно величины, плюс энтропии другой окей, ладно, давайте давайте я дам определение и на этом мы закончим а разбираться с ним будем в следующий раз достаточно важным для нас тоже имеющее множество применений определение будет такое хотим ввести понятие условной энтропии к СЕР при условии ЭТО условная энтропия случайной величины к СЕР при условии случайной величины ЭТО что это будет такое, ну смотрите, чтобы дать такое определение для начала предлагается знать такое определение к СЕР при условии, где А это некоторые события ну это кажется совершенно понятная вещь, потому что на самом деле случайная величина при условии некоторого события это просто другая случайная величина может сказать, что КСИ при условии А при условии события А она не вероятна некоторым КСИШТРИХ где вероятность того, что КСИШТРИХ равна КСИТОМу это просто вероятность того, что ну тут надо обычную слову вероятность написать вероятность того, что КСИТО кси равно кси это, при условии а сейчас пытаюсь понять, надо ли нам тут делить еще на вероятность события а чтобы тут сошлась сумма или это уже а, но это уже в условном, ничего не надо делать это уже распределение вероятности давайте я напишу это, чтобы без переносов было кси равно кси это, при условии события а ну вот сумма таких величин, она тоже суммируется в один на самом деле ну потому что это сумма в итоге пересечения и поделить на вероятность события а определению условной вероятности ок, что такое будет энтропия тогда случайной величины при условии другой случайной величины при условии события понятно, но просто у нас, ну у нас, возникает естественным образом новая случайная величина определение будет такое h от кси при условии случайной величины это это будет сумма берем вероятность того, что у нас случилось какое-то конкретное событие этой случайной величины это и умножаем просто на энтропию при условии этого события так такая вот вещь, ну ее применение мы поймем чуть похоже а пока я анонсирую некоторое несложное на самом деле утверждение которое в каком смысле объясняет вообще зачем такое определение нужно здесь и сейчас так вот энтропия пары случайных величин на самом деле в точности равна энтропии одной случайной величины плюс энтропии другой случайной величины плюс условия первой то есть на самом деле способ все-таки понять а где же здесь скрыта энтропия в том, что эти две случайные величины зависимы только то есть если бы они были независимы, мы бы даже знали, что h от си плюс одной случайной величины не равно h от это и тут было бы равенство но когда они зависимы, как раз вот степень случайности одной случайной величины плюс но и другой случайной величины, вот она отображается, описывается вот этой условной энтропии ну в следующий раз мы разбьем ее свойства порешаем еще какие-то задачки, еще применение пойдем окей, на этом на сегодня все, спасибо спасибо